Барнюша, мама подушечку тебе... Смотри, какую сделала. Посмотри. Ну, как сделала? Купила. Сделала. Посмотри, какая подушечка. Посмотри, какая подушечка. Как раз тебе спать. Ну, как тебе, Барнюся? Хорошо ли, Барнюшечка? Тебе хорошо ли? Как тебе спится? Классно? Спи, мой дорогой, спи. Ой, на подушечке, да в одеялке. Вот так. Все. Спокойной ночи, сыночка. Спокойной ночи, котик, мои сладкие. На подушечке. Ой, господи. Ой, да конечно. Да конечно. Вот так вот мы умеем. Вот так вот. Скажи, я принц. Королевич. Ой, ты мой сладкий такой. Да довольный лежит. Да довольный. Ой, ой. Все там. Ой, довольный. Вы представляете? Ему так нравится. Утром просыпаюсь, смотрю, он уже на этой постельке лежит. То там поспит, то здесь поспит. Там тоже нужна подушечка. Потом сделаем, да, Барнюшка? Я эту купила подушечку. Я уже не стала, знаете, как шить. Время не хватает у меня на все. Вот сыночек спит. Лапки кверху. Лапки кверху. Вот так вот там хвостик выглядывает и лапочка. Вот так вот. Все, опускай спит спокойной ночки ему, да? Спокойной ночки, Барнюшка. Спокойной ночки. А хитрый притворяется глазиком, там подглядывает. А, ты притворяешься. Ой, Тюму из ледки. Зюбочек торчит. Так смешно на него смотреть. Все, я ложусь спать. Все, папа наш уже лег. Там тоже кинушку какую-то смотрит. Вот так, вот так, вот так. Вот так, с козеля по-раскинули. И довольные. Все, все, мой хорюсь. Ой, 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 все. Молодец, спи. Спи. Спи, мой котик, спи. Ой, так. Все. Теперь у тебя подушечка, одеялко. Там еще одно одеялко есть. Еще одно одеялко есть. И еще, еще. И перинка еще есть. Короче, мы на зиму обеспечены, да? Чтоб тепло нам было. Одежда у нас есть. Еще мама пошьет. Время маме только не хватает на все. Ты не спишь еще, ребеночек? Ты не спишь или спишь? Мама спать легла? Спи, давай. На подушечке хорошо, так скажи, здорово. Видишь, тебе какие условия-то хорошие. Все для тебя, все для тебя. Удобно, скажи, под одеялочком. Все. Я тоже, мама тоже легла. Папа спит уже. Да, Барни? Папа кино смотрит. А ты что смотришь? Что тебе там снится? Ой, как хорошо ему там. Ой, как хорошо. И одна постелька, и вторая постелька. Леваляемся, скажи. Класс. Класс, скажи, Барнюшка, мне. Да? Завтра гулять. Пойдем утром, да? Встанем с тобой, покушаем. Что завтра тебе сварить? Наверное, рис. Сегодня гречка была с мясом, с говядиной. Завтра будет, я не знаю, какое там у нас мяско есть. Надо будет посмотреть. Какое-то есть. Наверное, рис сделаю. Если сказали только рис и гречку, значит, будет завтра рис. Мы чередуем через день. То рис, то гречку. И кошечки наши тоже кушают заодно. Вот мой слятки. Подушка, наверное, мешает. Но она потом приляжется. Понравилась мне эта подушечка. Думаю, куплю ребеночку. И на ту кроватку тоже надо. Тоже купить. Там такая розовенькая еще была. Но розовенькая ему не идет. Наверное, такой абрикосовенькую надо купить. Запачкала у меня лапками постель. Утром встает и начинает. И начинает, подбегает. И начинает грести. Лапками своими. Все, отрубился ребенок. Спит. У спокойной ночи. У спокойной ночи. Барнишка развалился. Так смешно смотреть на него. Тебя пусечка маленький. Барнюш. Ты спишь или нет? Или притворяешься мордок вверху? Барни. Барнюшка. И... И че там лапку кто поднял? И кто там лапку поднял? Барни. Барнюська. Барнюся. А ты че лапку-то поднял? А, ты че там делаешь? Ты давай спи. Лапу взял, поднял. Притворяется, лежит. Кайфушки. Кайфушки. Каждое утро, ребят, пью такие таблетки от давления. Вот эти вот. И пью от щитовидной железы вот такую таблетку. У меня проблема с щитовидкой. У меня пониженная функция. И вот я пью одну таблеточку. А вот этой вот я половинку пью. Так как у меня не такое прям высокое, да. Знаете, уже на протяжении 15 или 18 лет я эти таблетки пью. Представляете? И никак не восстанавливается у меня щитовидка. Вот, постоянно пью. Ну, от давления я пью где-то... Вот эти вот лет 18, наверное, точно. Потому что дети маленькие были, я начала пить. А вот эти пью, ну, лет, наверное, 6. Как давление начало? Скакать, знаете, и раз поднялся, да. И сказали уже это. Ну, оно то нормально, то это. И сказали, надо постоянно пить. Причём пью, да. Какая-то сыпь высыпала. Смотрите на руке. Видите? И часа чешется страшно. Вот видите, да? Чешется ужасно. Это кошмар. И вот у меня на другой руке тоже так же. Что это такое? Муж-аллергия какая-то. Вот. Вчера купила зубную пасту. Вот такой вот. Таким, Макс. Я думаю, классную. Так, вот эту купила, да? Ага. С минералами какая-то. Так, вот это купила. Это новая какая-то. Тоже хорошая. Типа мятная, да? Вот это стоило 3,99. Натуральная 100%. Видите? 99% натуральная. А это тоже так же 3,99. Я люблю мятная паста, чтобы была мятная именно с маслом. В общем, попробую, да? И вот такую ещё взяла. Так, 4,99. Тоже какая-то непонятно какая. Но хорошая. Ни разу не брала в таки Макс пасту. Вот взяла. Попробую. Но это подороже. Это получается почти что 5 евро. Попробую, как она на вкус. И как она это чистит хорошо, нет? Ну, что кофе пьёшь, чай пьёшь. И надо, чтобы это всё очищалось, да? Я так думаю. Ну, ладно, ребята. Мои кошечки завтракают. Тут у меня компьютер стоит. Я же заказала себе таблет. Должен 30-го прийти. Вот, поэтому айфон, да? Таблет. Ну, девчонки, не дёшево. За... Я вам сейчас скажу, какая цена. За... Получилось 900 евро. В магазинах нету. Только вот. А мне надо, чтобы память большая была. В общем, ну, так вот. Видите, вот это очищает. От чая, от кофе. Посмотрим, да? Как очищает. Ну, вроде как они хорошие. Не знаю. В магазине я увидела вот такую замечательную собаченцу. Смотрите, какая она классная. Мама Ю выбирает ей постельку. А собачка такая умненькая стоит. Мамочку ждёт. Прелесть собачка. Очень понравилась такая девочка. В этот магазин у нас можно с собачками заходить. Но в другие нельзя. Особенно в продуктовый и во многие, да? Потому что тебя просто не пустят. Я бы с удовольствием барни с собой взяла. Ну, надо будет туда-туда пойти. А на улице тоже его оставлять. Это не дело привязывать. У нас в последнее время, я уже слышала, много собак пропадает. Много объявляет. Девчонки, а вот мыло. Посмотрите, вот это новогодний наборчик. Какой он классный. Я так его хотела купить. Что-то крутила-вертела. Ну, вот, наверное, пойду всё-таки куплю. Потому что потом не будет. К Новому году, к Рождеству всё разбирается. Вот такое, вот, знаете, подарочное. А даже для себя купить вот такое прелесть, знаете, оно лежит, пахнет. И вот проходишь, такой запах. Вот наборы вот очень классные. И так отдельно мыльцы. Такие, тут и такие вот специальные пенки, и мыло. И для рук, по-моему, что-то есть, да? Да, для рук вот такое вот жидкое мыло. Но мне больше нравятся вот такие вот лавендер. Смотрите, какая прелесть. Вот берёшь в руки, да? А такой запах уже обалденный. Обалденный прямо идёт. Я говорю, мимо этого отдела невозможно пройти. Мимо этой стойки. Ну, красота и прелесть, да? Вот, смотрите, какие наборы. Я такие наборчики некоторые покупала в Россию, дарила, да, как подарок. Ну, вот своим знакомым, да. Очень. Они там, я знаю, что они лежат, но они тоже у вас недёшево стоят. Я видела, заходила как-то в магазин в Омске в Радости. Там лежали вот такие наборы. По-моему, в торговом центре я видела. Тоже недёшево, знаете. А вот так подарить очень приятно. Ну, конечно, не брусок мыла, да, вот. А вот наборчик вот такой. Вот смотрите, какая прелесть. Я вот думаю, конечно, вот. Мне бы кто-то подарил, да? Я бы очень рада была бы. Смотрите, какая прелесть. А запах. Я открыла вот эту коробочку. Ну, такой был обалденный запах, вот такими цветами. Это, по-моему, типа этих немагнолия. Как же есть ещё цветы. Ну, я извиняюсь, я забыла. Смотрите, какая прелесть. Очень вкусно пахло так, знаете. Как же они называются? Ой, девчонки, я забыла, правда. Простите. В общем, выбор огромный, да. Большой. Вот это вот классно тоже. Оно так пахло, знаете. Вот обалдеть. Вот даже в ванну кусочек мыла положишь, да. Или вот в одежду там, где вот в шкаф, да. И вот такой запах открываешь. Как будто у тебя там, знаете, фрукты какие-то. Или что-то стоит. Или какой-то букет цветов. Что он так пахнет. Классно. В общем, мимо этого отдела пройти не могу. Постоянно что-то покупаю, ребят. Ну, посмотрите. Ну, как можно пройти, да. Вот. Тоже наборчик. Шикарный, классный. Здесь мне очень понравились вот такие вот массажные всякие штучки для ванны, для бада. И вообще вот, ну, классные, деревянные. Смотрите, щеточка какая. Хотя у меня есть такая длинненькая, но тут вообще бесподобная, классная. Качество такое хорошее. Здесь вообще в этом магазине качество. Это брендовые вещи все. Такой вот массажер деревянный. Конечно, в этот магазин ходи, только одно разорение. Все равно всегда что-то ты купишь, что-то найдешь. Что-то увидишь для себя. Мочалочки всякие разные. Варежки такие, мочалочки. Хочется всегда что-то новенькое, правда же? Сойдешь в магазин и даже посмотреть, знаете, глаз радуется. Вот это вот всему. Понравились мне масла. Вот эти вот лаванда. И там разные апельсиновые масла, лимонные. Такий чай, масло чая. В общем, разные-разные. Вот лавендер. Классное масло. Ну, 10 евро почти что стоит. Но я считаю, это стоит, потому что они натуральные идут. Насколько я знаю, написано. Если там неправда, значит и я неправду говорю. Вот мочалки классные, вот эти натуральные. Много, конечно, мне хотелось там приобрести. Но я всегда себя, знаете, ребята, удерживаю. Я всегда говорю, а надо тебе ли это? А надо тебе ли это? Потому что, знаете, иногда вот смотришь надо, да? А потом так подумаешь хорошо. А можно и обойтись без этого, правильно же? Поэтому всегда надо подумать. Я всегда посмотрю, потом похожу, похожу, подумаю. А потом, если уже конкретно решу или на следующий день приду, да? То тогда я уже беру. Масло у меня, в принципе, есть. Я хотела купить, а потом я опять подумала. Думаю, ну, у меня же есть. Зачем я его сейчас буду покупать? Тратить деньги, да? Я решила не брать. Ну, сделала вам обзорчик, чтобы вы посмотрели, что у нас продается в магазинах. По каким ценам. Конечно, я не все цены показываю, знаете. И так я скрываю все, ой, скрываю. Снимаю все, знаете, так, украдко, да? Потому что у нас снимать нельзя. Если увидят, это, ну, нехорошо. И выключаю я звук. Я сама сделаю озвучку, потому что музыка играет. А с музыкой, ну, проблемы у меня потом будут нельзя. Поэтому так. Озвучиваю. Ну, тоже нормально. Вот мыло. Мне мыло нравится. Знаете, я больная мылом. Я обожаю мыло. Вот эти вот запахи мыльные. Сейчас следующее видео я вам сниму про мыло. Там такие обалденные подарочные наборчики мыла. Такие вкусненькие. Прямо запахи. Мимо не пройдешь, знаете. Не знаю, я каждый раз покупаю. Понравились вот эти ребята досточки. Классные. Я вообще люблю это все деревянное. Чтобы вот такое вот. Мечтаю еще вот такие купить. Да. Очень классные. Вот смотрите, какая классная. Очень. Вот у меня несколько штучек есть. Ну, такие как вот разделочные. А вот эти вот тоже. Здесь тоже интересные очень вещи. Вот эти птички тоже интересные. Если так украшение на стол какое-то. Но у меня уже хватает. Ну, так, знаете, если что-то понравится. Вот ананасик золотой. Вот только такой вот. А того уже нет. Да, пожалела, что не взяла. Очень интересные. Он хорошо бы действительно смотрелся. Мне кто-то написал. Мне он тоже понравился. Красивые очень вот такие вот вазы. Очень красивая вот эта ваза. Вот она сейчас есть. Она одна, единственная. Потом ее уже не будет. Если что-то нравится, надо брать. Некоторые вещи, конечно, и стоят до следующего раза. Вот эти часы я в прошлый раз видела. Подносик очень симпатичный. Вообще вещи, конечно, здесь шикарные. И цена хорошая. Знаете, цена наполовину. Если она стоила там 20 евро, да, то может 10 стоит. Все цены наполовину. Классные. Действительно, магазин вообще. Можно всегда что-то выбрать, подобрать себе. Хорошие вещи для дома. Ребята, посмотрите, какая прелесть. Я посмотрела вот тот ананас, который я в прошлый раз смотрела. Белый такой с золотым сверху концом, да. Его уже нет, все. Тут, знаете, вещи бывают в одном экземпляре или в двух. Или вообще, знаете, вот, ну там бывает пять. Но в основном в одном. И вот нету. Я хотела его прикупить. В прошлый раз не купила. Ну вот так вот. Надо сразу брать. Потому что потом жалеть будешь. И однако же я не могу мимо этого отдела пройти. Здесь такая красота новогодняя. Меня прямо тянет-тянет вот к этому отделу. Я люблю очень смотреть вот это все. Сама люблю такое делать. Вот надо как-то как-нибудь заняться. Вот поделать всякие такие вот к Новому году поделочки. Олененок вот этот очень симпатичный. Он такой металлический. В общем, вещички очень классные. Можно выбрать. И так просто полюбоваться, походить. Очень люблю. Посмотрите, какая прелесть. Ну как вот не любоваться, да, вот этой красотой. А для детей посмотрите, какие платьюшки. Всякие нарядные для Нового года. И вообще вот так вот для праздников. Уже не надо ничего выдумывать. Шить. Вот, пожалуйста, тебе готовые. Продолжение следует.